Я хочу представить Джириат Исмаиловну Шибабаеву, которая сегодня работает в нашем центре. Но еще вчера была сотрудником Петербургского центра, и ту работу, которую Джириат Исмаиловна сейчас доложит, она была сделана в рамках центра моих коллег. Значение клинических и молекулярно-генетических факторов, стратификации рисков у больных истинной полицитемии. Пожалуйста. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, разрешите Вам рассказать о значении клинических молекулярно-генетических факторов, стратификации рисков у больных истинной полицитемии. Всем известно, что истинная полицитемия – это одно из заболеваний, относящихся к группе фенегативных мейлопролиферативных новообразований. В 2016 году произошло обновление критериев диагностических, и теперь большие критерии входят уровень гемоглобина более 165 грамм на литр у мужчин и 160 у женщин, либо уровень гематокрита более 49 и 48 соответственно. Второй критерий – это трехлинейная гиперплазия костного мозга с плеоморфными мегакариоцитами по данным трепанобиопсии. Третий критерий – обнаружение мутации ДжАГ-2 в классическом варианте, либо в 12-м экзоне. К малым критериям сейчас относится сниженный уровень эндогенного эритропоэтина. Диагноз истинной полицитемии считается достоверным при наличии трех больших критериев или первых двух больших критериев и малого. Согласно данным критериям, допускается вариант непроведения трепанобиопсии, то есть без исследования гистологического костного мозга, при наличии абсолютно стойкого эритроцитоза, а также больших критериев первого и третьего. Однако необходимо сказать о важности проведения гистологического исследования костного мозга, потому что только в этом случае мы можем оценить какие-то начальные признаки фиброза, которые могут являться одним из факторов неблагоприятного прогноза в плане более быстрого прогрессирования в постполицитемический милофиброз. К современным методам терапии истинной полицитемии относятся профилактика тромботических осложнений, механическое удаление избыточной клеточной массы, циторедуктивная медикаментозная терапия, таргетная терапия, а также лечение осложнений заболеваний, тромбозов и тромбоэмболий. Несмотря на достаточно благоприятное течение, большую продолжительность жизни таких пациентов, в истинной полицитемии, тем не менее, остается определенный ряд нерешенных вопросов, к которому относится то, что течение осложняется развитием тромбозов в трансформации в постполицитемический милофиброз и бластный криз. Тромботические события являются основной, главной причиной инвалидизации и ограничения продолжительности жизни таких пациентов. Порядка 20% больных не отвечают на стандартные методы терапии. С появлением таргетной терапии возникла необходимость четкого выделения больных высокого риска с неблагоприятным прогнозом. Кроме того, остается малоизученным влияние аллельной нагрузки мутантного гена JAK2, очень мало данных о влиянии генетических особенностей системы гемостаза на развитие тромботических осложнений у такой категории пациентов. И пока еще нет однозначных факторов риска течения заболеваний и ответа на терапию у больных истинной полицитемии. Для того, чтобы попытаться ответить хотя бы на часть из этих вопросов, нами было проведено исследование в Российском НИИ гематологии и трансфедиологии в Санкт-Петербурге. Задачами исследования было оценить влияние клинических характеристик истинной полицитемии на течение заболевания, влияние аллельной нагрузки на течение заболевания и его исходы, результаты терапии, изучить влияние генетических особенностей системы гемостаза на развитие тромботических осложнений у больных истинной полицитемии, а также разработать алгоритм определения прогноза ответа на лечение, общей выживаемости, рисков тромботических осложнений и вероятности развития постполицитемического милофиброза с учетом клинических и молекулярно-генетических особенностей заболевания. Выборка состояла из 216 больных с медианой возраста 61 год, медианный период наблюдения 5 лет, исход в постполицитемический милофиброз имел место у 10% больных, и медиана периода наблюдения до исхода фиброз составила 12,8 года. Больные получали следующие виды терапии, это подавляющее большинство монотерапия гидроксикарбамидом, 80% больных, порядка 10% монотерапия препаратами альфа-интерферона, 8% больных получали сочетанную терапию гидроксикарбамидом и препаратами альфа-интерферона, а также 2% больных были на монотерапии эритроцитоферезом либо гемоэкскузиями. Результаты терапии оценивали согласно критериям ELN 2014 года, полный клиникогематологический ответ был достигнут у 15% больных, частичный ответ у 54%, а также у 30% больных было констатировано отсутствие ответа. При исследовании факторов, влияющих на развитие постполистемического милофиброза, нами была получена взаимосвязь между количеством уровням эритроцитов в дебюте заболевания и развитием постполистемического милофиброза. В группе больных, у которых было констатировано развитие в процессе болезни милофиброза, уровень эритроцитов был выше по сравнению с группой больных, в которых развитие фиброза не отмечалось. и пороговое значение составило 7,3 на 10-12 степени в литре. Кроме того, была получена взаимосвязь между наличием спленомегалии в дебюте заболевания. У больных с развитием постпольсцемического милофиброза частота встречаемости спленомегалии была выше по сравнению с группой больных, у которых явление фиброза не отмечалось. При оценке факторов, влияющих на общую выживаемость, достоверная взаимосвязь была получена между уровнем лейкоцитов и общей выживаемостью. В группе больных с уровнем лейкоцитов более 11, общая выживаемость была меньше по сравнению с группой больных с уровнем лейкоцитов менее 11 в дебюте болезни. Также была выявлена взаимосвязь между уровнем спленомегалии и ответом на терапию. В группе больных с отсутствием ответа спленомегалия встречалась достоверно чаще по сравнению с группой больных с частичным гематологическим ответом и полным гематологическим ответом. У 146 больных было проведено исследование уровня аллельной нагрузки мутантного гена Джанг-2 И взаимосвязь была получена между уровнем аллельной нагрузки и ответом на терапию В группе больных с отсутствием ответа на терапию уровень аллельной нагрузки был значимо выше По сравнению с группой больных с полным гематологическим ответом И пороговое значение уровня аллельной нагрузки составило 50% Кроме того, была выделена группа больных 116 больных У которых было проведено исследование генетических особенностей гемостаза А именно мутации в гене фактора 2 и 5 И протромбогенные варианты аллельных полиморфизмов гена метилентоэтрогидрофалатредуктаза Фибриногена, ингибитора активатора плазминогена и тромбоцитарного рецептора фибриногена Больные разделялись на группы в зависимости от наличия или отсутствия тромбозов А также в зависимости от вида тромботических осложнений Значимые различия были получены по частоте встречаемости аллельного полиморфизма гена Метилентоэтрогидрофалатредуктаза По сравнению в группе больных с истинной полицитемией И в группе больных с истинной полицитемией и тромбозами Частота встречаемости была выше по сравнению с контрольной группой Кроме того, частота встречаемости лейденской мутации была выше в группе больных с венозными тромбозами По сравнению с группой больных без тромбозов, где она не была отмечена На данном слайде представлено общее распределение частоты встречаемости аллельных полиморфизмов. Также был исследован уровень гомоцистеина у больных истинной полицитемии и получены различия по уровню гомоцистеина между группами с наличием тромботических осложнений. В этой группе уровень гомоцистеина был больше. Кроме того, уровень гомоцистеина был больше также в группе больных с наличием аллельного полиморфизма гена МТХФР по сравнению с группой больных, где данный полиморфизм не был встречен. На основании проведенного исследования нами был разработан алгоритм, согласно которому мы попробовали выделить группы риска, такие как риск развития постпалистемического милофиброза и снижение общей выживаемости при наличии уровня лейкоцитов более 11 и ретроцитов более 7 и 3 и спрена мегалий в дебюте заболевания. Риск отсутствия ответа на стандартную терапию при аллельной нагрузке более 50% и спрена мегалий в дебюте болезни. Также при наличии лейденской мутации, мутации генепротромбина и полиморфизмов гена метилентоэтрогидрофалатредуктаза, а также гипергомоцистеиномии, таких больных можно отнести к группе высокого риска развития тромботических осложнений. В отсутствии критериев группы высокого риска, пациентов можно отнести к группе низкого риска. В результате этого исследования позвольте сделать некоторые выводы о том, что значительная часть больных истинной полистемии имеет недостаточный ответ на имеющиеся стандартные виды терапии. В качестве прогностически неблагоприятных факторов клинического течения эффективности терапии истинной полистемии могут быть рассмотрены уровень лейкоцитов более 11 и ретроцитов более 7 и 3, аллельная нагрузка JAK2 более 50%, спрена мегалия в дебюте заболевания, а также полиморфизм гена метилен-тетрагидрофалатредуктазы, лейденская мутация и гипергомоцистоинемия. Кроме того, пациенты, относящиеся к группе высокого риска, требуют индивидуального подхода в лечении и своевременного назначения таргетной терапии при отсутствии эффекта от стандартной терапии. Мне бы хотелось поблагодарить Институт гематологии и трансфизиологии в Санкт-Петербурге, благодаря которому произведено это исследование, и коллегам, которые помогали как провести исследования, так и проанализировать результаты, и Московский городской гематологический центр, который предоставил мне возможность сейчас эти результаты представить вам. Спасибо.